Добрый день, Аркадий Славоныч, спасибо, что согласились сегодня поговорить. Повод праздничный, юбилей свой отмечает Координационный центр. Вы стояли у истоков его создания, представляя Ассоциацию документальной электросвязи в рядах первых учредителей Координационного центра. Можете рассказать, как принималось решение его создания, почему была выбрана именно такая форма автономной некоммерческой организации? Спасибо за приглашение. Действительно, это праздник, можно сказать, всей страны, потому что интернет – это неотъемлемая часть жизни граждан, бизнеса, органов государственной власти. И нам сегодня есть чем гордиться достижениями российского интернета. И я хочу сразу сказать, что в этих достижениях огромная роль принадлежит нашему Координационному центру, с чем я вас поздравляю. Спасибо. И уверен, что впереди новые свершения, новые победы. И главное, что новые возможности для того, чтобы в полной мере пользоваться преимуществами этих современных технологий. Ну, возвращаясь к истокам образования, можно сказать, что, наверное, образование Координационного центра – это, возможно, одно из самых ярких событий, если говорить об истоках становления интернета в России. Была группа инициаторов, и это такая общая практика международная, когда нужно было обеспечить взаимодействие российского сегмента интернета с международной сетью. Существовали определенные форматы организации такого взаимодействия. И к ним стали готовиться, обсуждать. И это вот вылилось в первое образование Координационного центра. АДЭ, когда вот эти обсуждения были, безусловно, приняла у них самое активное участие. И можно сказать, что для нас это была большая честь с самого начала войти в состав учредителей Координационного центра. Со временем стало понятно, что вот то, как образовали Координационный центр, с одной стороны, это было правильно, и ждать было нельзя, потому что нужно было обеспечивать развитие российского сегмента. И в этом плане, конечно, решение было абсолютно правильное. Но вот та форма, которая была выбрана, она, на мой взгляд, но я сейчас говорю, глядя из современного состояния, тогда все казалось идеальным. Но вот сегодня мне абсолютно понятно, что это не лучший вариант был образования, потому что то, что было образовано, оно в итоге оказалось отчужденным от учредителей. То есть вот эта форма, которая была выбрана на то время, она выглядела примерно так. Вот учредители образовали Координационный центр, спасибо вам за проделанную работу, и дальше он будет функционировать фактически без вашего участия, ну, на 99%. И это не вызывало, честно говоря, тогда вопросов, потому что, ну, выглядело все довольно достойно. И был выбран совет, который был нашим органом, и совет был экспертным органом. Собственно, он и сейчас остается экспертным органом, просто с другими полномочиями уже. Да, да. То есть, ну, тогда вообще не было никаких сомнений. А сомнения или новые возможности появились тогда, когда изменилось законодательство. И оно предоставило больше возможностей учредителям автономной некоммерческой организации участвовать в деятельности той организации, которую они учредили. И вот сейчас, ну, это, наверное, трудности роста, но, может быть, не все уже помнят, как болезненно эти изменения проходили. Вы про 15-й год говорите. Да, да. Что была прямо такая целая кампания, что кто-то хочет захватить Координационный центр. А речь, между прочим, шла о тех, кто его учредил. Я помню, было интересно, как учредители хотят захватить КЦО. Учредители хотят захватить ту организацию, которую они учредили. В общем, была во многом такая кампания не очень красивая, благородная. Но то, что высветила вот эта дискуссия, показало, что да, вот не все было в порядке вот в той структуре. И я рад, что в итоге было принято вот более жизненное для российского интернета, я бы так сказал, решение. И, в первую очередь, жизненность его подтверждается тем, что сегодня КЦО – это абсолютно открытая демократичная структура. Более того, я могу сказать, что вот с моей точки зрения сегодняшний КЦО – это в известном смысле образец такого мирового масштаба. Потому что вот такой уровень общественно-государственного управления, причем в явном виде, провозглашенный во всех документах, с открытым участием и бизнеса, и государства, без каких-либо там условностей, что ну да, мы будем делать все, что там порекомендует государство, но оно на самом деле не участвует. Вот эти условности, они на самом деле вызывают только недоверие. И ничего в них хорошего нет, и это проблемы и международного управления, хотя говорят, что интернетом никто не управляет, но это тоже весьма условно. Вот. Я считаю, что вот та структура, которая создана у нас в стране, она является идеальной, она является вообще примером для всего мира. Мы, может быть, мало даже как-то рассказываем о том, что из себя представляет сегодняшний Координационный Центр. Мы больше говорим и, главное, гордимся теми достижениями, которые у него есть, и эти достижения связаны в первую очередь с тем, что из себя представляет российский сегмент. В общем-то, это главное. И вот эти достижения, они в том числе являются и следствием вот этой открытой, четкой, ясной структуры управления. Я считаю, это нормальное совершенно слово. То, что вот не все любят говорить, иногда даже специально подчеркивают, никто интернетом не управляет. Что это процесс в выводке общих правил. Да, он сам по себе. Вот. Ну, это, конечно, очень условно. Тем более, это условно, что сегодня интернет, безусловно, отличается от того, каким он был. 20 лет назад был совершенно другим. Он не имел такого влияния на деятельность органов государственной власти, бизнеса. И вообще на жизнь каждого человека. Жизнь каждого человека, абсолютно. И понятно, что когда речь идет вот о том, что нужно обеспечивать безопасность граждан, да, то это уже, безусловно, не дело бизнеса. За это отвечает государство. То бы и что про это не говорил. Это ответственность государства. Но, еще раз возвращаясь вот к той структуре, которую мы имеем на сегодняшний день, эта структура уникальна и идеальна еще и тем, что вот в том, как принимаются решения в рамках Координационного центра, ну и вот особенно в той его части, которая называется Общим собранием учредителей, где представлены государства. В высшего орган управления, да. В высшего орган управления, да. Вот я не знаю других таких примеров, когда бы эти решения принимались вот единогласно. Вот только так. Большая часть таких ответственных вещей, и никаких проблем нет, никакого затора не возникает. Это только говорит о том, что все учредители вынуждены очень внимательно слушать друг друга, стараться понять друг друга. И еще раз мы можем подтвердить, что в этом плане вот та структура, к которой мы пришли, она является идеальной, уникальной. Ей можно гордиться ее открытостью, ее признанием, ее эффективностью, я бы так сказал. В 2015 году, когда как раз рассматривался устав изменения, порядок принятия решений, вот этот консенсусный порядок принятия решений, вы его отстаивали, опираясь на опыт работы собственной в Международном союзе электросвязи, говоря, что уже на международной арене такой механизм зарекомендовал себя. Да, мы показали пример такого ООНовского подхода, который вот в одном из ведущих институтов ООН используется. И вот этот принцип единогласия, он во многом, по моему опыту, я много лет возглавлял комиссию по информационной безопасности исследовательскую. И я считаю, что это признак и принцип огромного уважения членов МСС друг к другу, когда, можно так сказать, нужно работать не на то, чтобы как можно больше тебя поддерживало стран, а на то, чтобы как можно меньше было против. Вот это принцип, который в полной мере сегодня характеризует... Интересно, дипломатический подход получается здесь, во многом дипломатия. А у нас КЦ, это очень даже такая международного уровня структура. И у нас есть, понятно, определенные вопросы к тому, как устроено на международном уровне. Мы не совсем можем быть согласны, но мы понимаем, что менять эти условия мы можем только действуя изнутри, действуя собственным примером, доказывая, что мы можем предложить что-то более эффективное. И я думаю, что сегодня это именно так. Если говорить о структуре, образовании, и впереди вот этот, я считаю, что это в явном виде общественно-государственный статус КЦ, он должен сохраняться, его нужно укреплять, потому что он является залогом доверия к тому, как будет функционировать российский сегмент сетей интернета. И опять-таки мы очень рады констатировать, что регуляторы поддерживают этот статус и делают все для того, чтобы не просто его сохранить, а укрепить. Про государство. Вот вы уже сказали, что действительно плотная работа идет, но некоторые считают, что государство плотно стало влиять на деятельность КЦ в июне 2020 года, когда Российская Федерация стала одним из учредителей функции выполняет Роскомнадзор от имени, функции учредителя от имени государства. Кто-то считает, что это был ноябрь 2015 года, когда Минкомсвязи вошло в состав учредителя как юрлицо, но те, кто оставили у истоков, они всегда мне напоминают, что в Совете КЦ всегда был представитель министерства отраслевого, и у него было право вето, то есть в принципе никогда КЦ, скажем так, в сторонке от государства не находился. Это плюс, минус или это вообще-то такая данность? Ну, сегодня мы понимаем, что интернет может управляться и регулироваться только с помощью объединения усилий, компетенций государства и общества, и бизнеса. Потому что есть то, что называется регулированием отношений, да, это вот нормативная среда, и это прерогатива абсолютно государства. Есть то, что касается регулирования технологических, организационных, процедурных аспектов. Здесь больше, конечно, роль и компетенции бизнеса, но тоже надо сказать, что когда речь идет о безопасности, то и в этих случаях, в случаях технического регулирования, вот в этом направлении, и, ну, скажем так, в проявлении этого технического регулирования, как принятие технических стандартов, также роль государства неимомерно высока. И вот опять можно вспомнить МСЭ, это огромное преимущество МСЭ, как органа по стандартизации, в котором стандарты, вот особенно, когда мы говорим о стандартах безопасности, они принимаются совместным решением государства, регулятора и бизнеса. И авторитет этих решений, он при этом, ну, неимоверно выше. И стандарты стабильнее. Опять можно сказать, что, ну, да, вот такие стандарты сложнее принимать. В другой организации по стандартизации, не будем называть в какой, за то время, что МСЭ примут один стандарт, там примут 100. Вот. Но большой вопрос, это вообще про что? Очень часто эти 100 работают таким образом, сегодня направо, завтра налево. Есть, безусловно, и особенно, повторяю, там, где речь идет о информационной безопасности, это единственная правильная структура, форма принятия, в том числе и технических стандартов, с участием государства. Вообще стандарты, и не только в сфере безопасности, в любой сфере, они не могут противоречить нормативно-правовым актам. И здесь опять вот роль государства высока. То есть, если говорить о КЦ, о том, как устроен российский сегмент сети интернет, государство всегда играло определенную роль в том, какие решения и каким образом они принимались. Но вот, повторяю, то, как это устроено сегодня, это, по-моему, вот наивысшая такая возможная форма, которая заслуживает такого международного распространения без каких-либо укрытий, что вот мы работаем без государства, и мы знаем в целом ряде случаев, что это не так, государство участвует, но стараются об этом не говорить. Это очень плохо. Где-то, может быть, действительно работают без участия государства, это тоже очень плохо, потому что это неправильно, это не соответствует сегодняшней роли интернета. А вот так, как устроено у нас, это очень правильно. Кстати, роль государства, она велика и в наших просветительских проектах. Я, кстати, к таковому отношу и форумы. Например, российский форум по управлению интернетом, он уже в одиннадцатый раз прошел в этом году, и все эти годы проходят при поддержке профильного министерства. И наши конкурсы, направленные на молодежь, например, конкурс работ в области права информационных технологий, IPI-TLO, его поддерживает профильный комитет Государственной Думы. Но самое важное, что государство поддерживает наши инициативы, связанные с подготовкой кадрового резерва для отрасли внутри страны, а самое главное, для того, чтобы было кому работать на международных площадках, вот в тех самых, в том же союзе электросвязи, там, ICAN, если мы говорим по профилю, Координационного центра и так далее. Вот и здесь особенно приятно... Ну, ИТФ, да. Конечно, ИТФ. И здесь очень приятно, что мы вместе с АД работаем уже не как с учредителем, а как с партнером. Ну, вот что здесь надо сказать, что совершенно не случайно Координационный центр играет все большую и большую роль в... И даже, я бы сказал, не только в подготовке кадров, а вообще в работе с молодежью, в оказании влияния такого профессионального, ориентируя на то, не только как правильно пользоваться интернетом, но и как работать с информацией. И как им управлять. Да, и как им управлять. Хотя, опять-таки, вот, говоришь, им никто не управляет. Что же это такое, да. И вот почему роль КАЦ здесь возрастает? Ну, во-первых, потому что мы прекрасно понимаем, что интернет и молодежь – это близнецы-братья. Хотя интернету много лет, но он по-прежнему остается молодым. Как молодежь называют цифровые аборигены. Они родились в эпоху, когда интернет уже был. И не случайно поэтому, что вот у нас в КАЦ есть молодежный совет. Мы действительно вместе с КАЦ думаем о том, как воспитывать вкус, интерес молодежи к работе на отечественных аппаратно-программных средствах. Как, вот как вы сказали, готовить кадры, которые могли бы представлять интересы страны в международных организациях по стандартизации. И здесь я считаю очень правильным, очень перспективным, что вот КАЦ, молодежь, образование – это все абсолютно неразделимые вещи. И это только будет нарастать. Аркадий Александрович, в совершении нашей беседы слова поздравлений, пожелания сотрудникам КАЦ, ну и всем пользователям РУНЕТа, в первую очередь администраторам доменов РОИРФ. Ну, я думаю, что, хотя многое сделано, и нам, безусловно, есть чем гордиться, очень приятно думать, реально приятно думать, что у нас еще очень много дел, которые не сделаны. Как один говорил умный человек, я очень завидую тем, кто еще много книг не прочитал. Вот, ему еще так много интересного впереди. А вот интернет – это тоже большая книга, которую еще предстоит читать, читать, находить новое. Он развивается постоянно. И он будет развиваться и технологически, и организационно, и нравственно, и с точки зрения нормативных правовых задач. И первое, что вот мне хотелось бы пожелать, чтобы в части технологического развития наш координационный центр продолжал усиливать свою роль, свое значение, и чтобы он был центром компетенции, чтобы он был техническим регулятором в сфере развития, функционирование и развития российского сегмента. И ее обеспечение его устойчивости, безопасности, расширение номенклатуры услуг, увеличение количества таких профессиональных пользователей, повышение культуры работы, информационной культуры. Все это происходит уже и сегодня. Но, наверное, даже хорошо, что впереди гораздо больше предстоит сделать, чем мы уже сделали. И вот я думаю, что КАЦ – это в известном смысле площадка сотрудничества. Площадка сотрудничества для всех, кто понимает роль, значение для нашей страны развития российского сегмента сети интернета, его взаимодействия с международной сетью, с обеспечением безопасности при этом взаимодействия. Уверен, что впереди у координационного центра большие важные задачи, а мы, со своей стороны, как один из учредителей, будем всячески поддерживать эту деятельность. Мы, естественно, гордимся тем, что из себя представляет сегодня КАЦ. И мы желаем, чтобы вот этот авторитет КАЦ и то доверие, которое он уже завоевал, они только возрастали. Спасибо большое за эти пожелания. И поздравления вас, как учредителя, с 20-летием нашей организации. Спасибо. Спасибо.